И Святого Духа. Послание к Ефесянам. Пятая глава. Возвращаемся. Послание к Ефесянам. Пятая глава. Ради контекста будет полезна честь всю главу. Итак, пятая глава. Послание к Ефесянам. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас приношение и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. И так не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно ей говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспивая в сердцах ваших Господу, «Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Аминь. Господь да благословит слышание слова и размышления над ним. Итак, пятая глава к Ефесянам, послание церковное, послание во многом также семейное. И вот пятая глава уже этого послания, которое Павел пишет святым и верным в эфесской церкви, то есть тех, кого Бог предопределил, чтобы они были святы и непорочны перед ним в любви, и к этому собранию апостол обращается и в первых трех, и частично четвертой главе речь идет о великом плане создания тела Иисуса Христа, церкви, за которую он предал себя. И пятая глава уже здесь начинается более с практического применения, то, что называется практическим применением, хождением. Апостол начинает от этого говорить так, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. То есть будучи детьми Божьими, подражайте Богу и живите в любви. И идут многоразличные указания. И мы видим здесь, это один из примеров того, что новозаветные писания насыщены повелениями, указаниями, заповедями, которые обращены к верующим. Новозаветные писания полны указания. Иногда люди делают такую ошибку, говорят, что Ветхий Завет это был полностью закон, а Новый Завет это чистая благодать. На самом деле они идут как бы вместе. Идет Евангелие и законы, повеления живы, повеления не являются предложениями, они направлены к нам. Но мы рассмотрим, поскольку цель этого небольшого изучения была больше рассмотреть учения о семье, и что касается мужей, жен, далее детей. И вот эти все взаимоотношения внутри семьи мы сосредоточимся на, начиная со стихов, с 21 стиха по окончании главы о взаимоотношениях жен и мужей в контексте любви Божьей. Мы уже читали эти стихи и несколько обращали внимание на то, что здесь говорится «повинуешь друг другу в страхе Божьем». Повиновение, так же, как и благодарение, так же, как и назидание самих себя словословиями, песнопениями, духовными псалмами, является проистечением или же сопровождающимся явлением от исполнения Духом Святым. Как мы видели, это выше. В 18 стихе, где написано было «Не упивайтесь вином, от которого бывает распустым, но исполняйтесь Духом Святым». И когда мы поем «Псалмы Божьи» и Слово Христово вселяется в нас, мы так же исполняемся Духом, и мы так же благодарим Бога, и мы так же, написано, «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Покорность несвойственна человекам, подчинение несвойственна падшей человеческой природе. Люди имеют мятеж в себе. Для чего метутся народы и восстают князья земли против Бога и против помазанника Его. Это является естественной унаследованной порочной природой. Поэтому, повинуясь друг другу, возможно, только как, посмотрите, 21 стих, «в страхе Божьем». И это очень примечательно. Повинуясь друг другу в страхе Божьем, апостол не имеет в виду, что мы должны просто под страхом наказания ада, смерти, под этим страхом повиноваться. Потому что другой апостол в другом месте написал «совершенную любовь изгоняет страх». Речь идет, однако, о том страхе, который проходит через все Писание, которое по-другому можно обозначить хорошим русским словом «благоговение». Благоговейный страх – это тот страх, который является началом мудрости. И человек по природе своей его не имеет. Нет страха Божия пред глазами им. Третья глава послания Кривина, который выносит вердикт всему человечеству, как и иудею, так и еленам, как тем, кто стоит под законом, и тем, кто судится по закону совести, что у человека по природе, у наследованного от Адама, нет страха Божия. И страх Божий является также плодом Духа Святого. Страх Божий, он же благоговение, он же любовь, он же сыновня любовь, которая изливается в сердцах наших Духом Святым. Повинуешь друг другу в страхе Божьем. Мы должны помнить, что истинная покорность и послушание приходит не иначе, как через благодать Духа Святого. Почему мы должны молиться непрестанно? Потому что по природе своей я не склонен покоряться, я склонен скорее бунтовать, противляться и быть непокоривым, как говорит Писание. И дальше апостолы разворачивают, каким образом вот это повиновение друг другу происходит. Я просто раз касался карикатуры, которая немножко исходит из американской, западной концепции христианства, где происходит некая такая уравниловка и феминизация, где говорилось, что жена не больше повинуется мужу, чем муж жене, они друг другу повинуются, вот они как-то так вот поочередно, как плавающий катамарам. На самом деле эта концепция не выдерживает критики здесь же в стихах, потому что иначе это получалось бы, что весь пример апостола Павла разваливается на части, потому что он говорит, как церковь повинуется Христу, так и жена мужу должна, по крайней мере. Представьте ситуацию, если бы Христос повиновался церкви. В некоторых местах, когда вы заходите в собрание, и то, что там происходит, балаганы, свистопляски и все прочее, создают впечатление, что возможно эти люди думают, что Христос повинуется церкви, но должно быть не так, потому что он есть глава тела, он же и спаситель тела, да? Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Обратите еще внимание, сейчас я перейду к мужьям, и большую часть надеюсь посвятить оставшееся время мужьям, потому что этому и Христу посвящают больше времени апостол, чтобы это не казалось, что одностороннее давление заповеди на женщин. Посмотрите причину, мотивацию и побуждение, которую использует апостол Павел, наставляя жен повиноваться мужьям. Заметьте, чего он не говорит, очень важно следить это в Писании также, он не говорит, жены повинуйте своим мужьям, потому что мужчины лучше женщин. Жены повинуйте своим мужьям, потому что свидетельство мужчины в два раза больше на суде, а жена не имеет права даже сесть за руль машины, как это происходит в некоторых культурах. Он не строит побуждение не на том, что мужчина как таковой, чем-то антологически лучше или выделяется женщина, потому что и тот, и другой суть. Человек, мужчину и женщину сотворил их, Бог в саду. Он строится совершенно на другом. Он говорит, повинуйтесь мужьям своим, как церковь Христу. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Мы, жены, должны повиноваться мужу как Господу, потому что мы признаем, что Господь есть наш Царь, Он есть наш Искупитель, Он есть наш Господин. Он взял нас в свой удел, Он призвал нас, Он отпустил измученных на свободу. Он дал нам новую жизнь. Он снял с нас грязное тряпье самоправедности, всякую слизь совершенного греха и одел нас в одежды другие и назвал нас сынами и дочерями Всевышнего. И по этой причине жены должны повиноваться мужьям, видя в каждом муже, какой бы он ни был совершенный, некое отражение Христа. Муж. И вот это должно вызывать трепет у всех, тех, кто бреется время от времени и носит брюки, что всякий мужчина, в особенности семейный мужчина, является образом и отражением Христа. И мы можем потом посмотреть на самих себя, на свою собственную жизнь, как мы себя ведем и каким отражением Христа мы являемся в практической жизни. Но даже плохой образ, который на самом деле, из-за которого и ради вас написано хулице имя Божье у язычников, тем не менее остается образом, потому что Бог так поставил. Христос при этом не становится женщиной, Христос есть муж. И, соответственно, всякий муж является, хочет он того или нет, он является своего рода образом Христа. Потому у жен, призвание к женам такое, чтобы они рассматривали это как служение Господу. Опять же, мы не можем это делать на собственном бензине. Даже самые хорошие мужья время от времени вызывают раздражение, скуку и прочие эмоции. Не говоря уже о большинстве из нас, у которых есть какие-то недостатки. Поэтому истинной мотивацией должно быть, как церковь покоряется Христу. Далее. Мужья, 25 стих. Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Мужья, любите своих жен. Первое, хочу, чтобы вы отметили, это разбивает миф. Во-первых, что частый, популярный, голливудский, попсовый миф, что сердцу не прикажешь. Сердцу прикажешь. Писание приказывает сердцу. Любите. Мы знаем, что любовь, конечно же, это действие. Это не столько эмоций, или же не только эмоции, но, конечно же, они подразумевают эмоции, как Господь повелевает, возлюби Господа Бога твою всем сердцем, твоим, всей душой твоей, всем разумением твоей, и крепостью твоей. То есть, весь человек, речь идет не столько о составности, а скорее, все, что есть у человека, должно любить Бога и посвящать себя Ему. Мужья, любите своих жен. Еще что здесь следует. Здесь не говорится, мужья, подумайте и испытайте себя. Испытываете ли вы ту магнетическую влюбленность, о которой вам шепчет Голливуд, которая должна быть у вашей яблочной половинки, которая гуляет к этой? Испытываете ли вы к этой женщине ту влюбленность, тот магнетизм, который должен быть? А Писание это не говорит. Писание говорит, любите своих жен. Это повеление, которое направлено вызывать определенные действия. Любите своих жен. И вот здесь сейчас я хочу вам показать также определенный контраст с тем, как, чем отличается новозаветное домостроительство от домостроительства закона. Когда здесь говорится, мужья, любите жен своих, это, разумеется, соотносится с заповедью, данной на каменных скрижалях. Седьмая заповедь, здесь это словие говорит, не прелюбодействуя. Здесь Дух Святой говорит, любите своих жен, как и Христос Церковь. Дальше поговорим о мотивации. Заповедь, которую вы слышали, что сказано было древним, не прелюбодействуя. Я говорю вам, что всякий, кто посмотрел на женщину с вожделением, прелюбодействовал с ней в сердце своем. А поскольку Господь взирает на сердце, нет абсолютно никакой возможности, чтобы кто-либо из живущих оправдался законом, делами закона, или сказал, что он лучше исполняет заповедь, потому что согрешивший в одном, пишет апостол Яков, согрешил против всего закона. Но посмотрите контраст еще. Здесь Святословия выстроены. Кроме двух заповедей, они имеют все негативный, запретительный аспект. И это было сообразно ветхозаветному домостроительству. Не прелюбодействуй. Не произноси имени Господа Бога, который он обрастал. А не произноси имени Господа в сует. Да не будет у тебя других богов при лицом. Это строится как запреты. Не прелюбодействуй. И если смотреть лишь на эту заповедь может показаться до тех пор, пока я физически не забрел в бордель, то все хорошо со мной. Я собрел заповедь от юности своей. Но поскольку мы знаем, что Бог смотрит в сердце, и когда явился Христос, Он говорил так, как никто из людей не говорил, и Он изъяснил нам заповеди, Он показывает, что целью является любовь. Апостол Иоанн Апостол любви говорит, что всякий ненавидящий брата своего, или же нелюбящий брата своего, есть человека-убийца, до тех пор, пока мы активно не любим, мы являемся, мы не достигаем того стандарта любви, и мы нарушаем заповедь. Потому что цель не только лишь по букве соблюсти, а цель любить. И любить в действии. И как мы увидим образ любви, который поставлен перед мужьями, недостижим для человека. И опять же, я не возвожу перед вами лестницу на небесах, по которой должен зайти человек, чтобы достигнуть царствия. Потому что невозможно это человеком. Потому что делами закона, в том числе новозаветных повелений, не оправдается пред ним никакая плоть. мы должны жить в любви по заповедям. Не из-за того, что мы думаем, что соблюдая эти заповеди мы можем войти в царство, а потому что Господь исполнил все повеления закона и дал нам новую заповедь, веровать в Него и любить друг друга, и жить в свободе. Любить. Призванный к тому, чтобы любить. Теперь смотрите, прежде чем несколько коснемся в оставшееся время о любви, я хочу обратить лишь внимание на вот такой еще аспект. Мужья, любите жен своих. Заметьте, что не написано любите всех женщин. Конечно, нам это, в принципе, понятно. Но здесь дальше идет параллель, как и Христос возлюбил церковь. Поскольку мужья не должны прелюбодействовать, не должны отставлять жены юности своей, должны любить своих жен, которых Господь им дал, и на них сосредоточить свою любовь, таким же образом мы видим, что Христос возлюбил церковь. Это место является косвенным и весьма сильным подтверждением реформатской доктрины ограниченного искупления, что Христос возлюбил не всех поголовно, а тех, которые были до создания мира избран в нем. За церковь свою он положил душу свою. За нее он себя предал, и ее он любит. И поэтому здесь такая связь. Любите своих жен. Не любите чужих жен. Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Теперь возникает вопрос. У нас могут быть разные отношения в том плане, что поскольку этот мир поврежден грехом, и присутствуют такие вещи, как разводы. По статистике вы знаете, скорее всего, даже лучше меня, что наша страна одно из первых мест, если одно из ведущих мест по разводам. Браки разваливаются. Потому что люди рассматривают брак как контракт, как договор. Кстати, это кореница частично также в том, что церковь не понимает слова «завет». Что «завет» рассматривали очень многие схоластические богословы как договор. А если это договор, если это соглашение, его можно расторгнуть. Отписал разводную. Это та самая причина, по которой фарисеи испытывали, а Иисус и подходили к нему. А Моисей говорил, что можно писать разводную. Но Иисус говорит им, «Вначале не было так. Но сотворивший мужчину и женщину сотворил их, и потому прилепится уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал человек, да не разлучает. И по окончании этого дискурса, который вы можете найти в 19 главе Евангелия от Матфея, и в других синоптиках также, которые мы сейчас по краткости времени не будем зачитывать, ученики настолько поражаются этим, что говорят, если такова ответственность человека к жене, то лучше не жениться. К сожалению, учение о браке, о том, какими должны быть узы, и эти узы отражают тайну Христа и Церкви. Апостол Павел говорит, что на самом деле даже первое пророчество, что оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть. 32 стих, он говорит, «Тайна сей велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Теперь подумайте, Христос, тех, за кого положил он душу свою, тех, кого он возлюбил до смерти и до конца до смерти крестных, которые, он говорит, не погибнут во веке, оставляет ли он, разводится ли он с Церкви? Некоторые говорят, ну да, может, разводится, а некоторые, в принципе, армянианский ерес об этом и говорит. Но я скажу вам, если бы Господь рассматривал это, как договор и контракт, который мы нарушаем каждый день, то была бы голова и не было бы тела. Со всеми нужно было бы развестись, причем многократно. Я не знаю, о чем думают люди, когда приписывают, когда делают Бога подобным человеком, как будто бы Бог является делопроизводителем ЗАГСа, который ставит вот такого рода печалый развод. Пожалуйста. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». Опять же мотивации, еще раз обращаю ваше внимание, мы дальше этого стиха вряд ли сможем пойти, что мотивацией апостол Павел мог бы сказать, «Мужья, любите своих жен». Ну, знаете почему? Ну, потому что седьмая заповедь говорит не про любодействие. Все очень просто. Вы находитесь под моральным законом. Апостол Павел не использует эту мотивацию никоим образом. Он показывает мотивацию лучшую и высшую. Разумеется, заповедь остается в силе в том смысле, что у святых не должны даже именоваться такого рода пороки. Те, которые считают, которые обращают благодать к распутству, им будет погибель. Но это не означает, что мы должны искажать учение о благодати, о Евангелии, и прибавлять там, где Господь постановляет новое, и новый завет в крови Иисуса Христа, и новую заповедь, чтобы веровать в Иисуса Христа и любить друг друга. Итак, мотивации служат мужьям любить своих жен. Не просто не при любодействии. Я, например, ну, слава Богу. Но не в этом состоит дело. Я должен любить свою жену так, как Господь Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Здесь мы останавливаемся. И по стиху я лишь скажу следующее. Аналогия Христа и в его любви к церкви, и мужа, который должен любить свою жену, разумеется, имеет ограничения. Мы не Христос. Мы не можем положить свою душу в том плане, чтобы очистить свою жену, представить ее без пятна, без порока. Мы не можем быть тем акцией Божьим, берущим на себя грехи мира, который прольет свою кровь, чтобы представить ее таковой. Мужья не является Христом. Но, тем не менее, научаемся мы любви, исследуем идеалу и примеру высшей любви именно у Бога. Апостол Иоанн, на что тоже сейчас нет времени, говорит, что любовь познали мы в том, не в человеческой любви, не в голливудских фильмах, не в историях, не в легендах, не в эпосе, не в каких-то таких вещах, а в том, что Он послал Сына Своих, предал Его за нас, в умилостивление за нас. Не в том любви, что мы полюбили Его, но Он возлюбил нас и предал Сына Своего. Любовь Его явилась именно в жертвенной смерти. Вы скажете, так что означает, что мужья должны при ближайшем случае как-то пожертвовать себя физически? Разумеется, нет. Часто говорят мудрые, что жить жертвенно гораздо сложнее, чем жертвенно один раз умереть. В особенности, если ваша собственность то, что вы думаете, жертвой, жертвой как таковой не является. Оно лишь является откликом любви. Подражайте Богу, подражайте Христу, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь. Любовь, если мы сейчас остановимся, что есть Любовь? Я скажу вам сейчас своими словами. Любовь есть желание и делание наивысшего блага для своего объекта любви. Любовь есть пожелание и действие наивысшего блага для объекта своей любви. Откуда ты берешь на философское определение? Из того, что Христос возлюбил нас и пожелав нам высшего блага, что там, где Он, чтобы и мы были с нами, Он предал Себя за нас и перенес позорную смерть. Сошел с небес во всей жизни своей, нес воспаление в честных своих от негодования Божьего за грехи народа. Он прошел тем страдающим, плачущим пророком Иеремии и Иовом, который является одним из образов Христа, он был в уединении. И никто из людей, мы отвращали от него лицо, его для того, чтобы приобрести себе жену и представить ее. И такое же, такие же чувствования должны быть у христианских мужей. Он должен, каждый муж должен смотреть на свою жену, как на образ церкви. Жена, есть образ церкви, мы это видим в Писании. Вы смотрите на свою жену, как Христос смотрит на церковь. И вы ищете для нее, и делаете для нее наивысшее благо. Последнее. И вот здесь заповедь, на самом деле, в Божьем Завете имеет чудное свойство, что когда ты делаешь это, другой проповедник в Новопробоведе комментирует все стихи, он говорит, заметьте, что приходит пастор, я не спутываю к своей жене, честно говоря, каких-то таких романтических чувств, у меня увяло, отсвело и так далее. Это было много лет назад, вот сейчас уже нет и так далее. Как правило, люди пытаются прелюбодействовать в своем сердце, оправдать вот такими вещами. А он говорит, идите любите своих жен. Делайте это. Любите. Это ваша жена. Ее дал вам Господь. И любите. И когда мужья по-настоящему ищут благо и начинают любить их, Бог благословляет этот союз. Так что те чувства, которые могут увидать и несколько изнашиваться под течением лет, но мы на самом деле, христианские мужья, могут в этом признаться, сказать да и аминь. Это благословенное чувство. Когда решение и действие идет впереди чувства. Когда ты начинаешь смотреть на свою жену, как на нечто особенное и выделяющее среди всех женщин. И чувство потом исследует, потому что Бог устроил так в завете. Я заканчиваю. Когда я только начинал свой христианский путь, я знакомился со многими верующими, умудренными, седыми, пожилыми и так далее. И заходила речь в том числе о браке. И мне признавались люди, которые были значительно старше меня. Я спрашивал их, будучи недавно из мира, как у вас, ребята, в плане и верности, и любви к одной жене 40 лет. И когда они признавались, что их любовь была сильнее, значительно сильнее, чем даже тогда, когда они впервые вступали в брак, я дивился этому свидетельству. Я дивился до тех пор, пока я не стал дивиться в практической жизни и стал познавать, что так оно и есть, что Господь благословляет это. И если мужья христианские, вот здесь входит еще это благословение, если мы это делаем, тогда мы истинно и свидетельство миру, мы можем показать этому миру, изгаженному Содомией, всеми этими развращениями, этими абортами, разводами, мы можем показать вот, каков был план, дизайн Божий. Вот чем является семьей, отражением тайны Христа и Церкви, которые любят ее и предал себя за нее. Да благословит нас Господь в этом. Ему за все будет хвала, честь и благодарение. Аминь.